Нацбанк поднял потолок курса колебания тенге к доллару до 198 за 1 доллар. Программа «Занятость-2020» продолжает свою работу. Что на этот раз ожидает горожан, расскажут наши корреспонденты. 40 тысяч за айфон. Кто просит выкуп за гаджет? В ситуации разбирались корреспонденты ТДК-42. Уральские электросети изношены на 70%. Может ли это быть причиной перебоев с электричеством? Нацбанк Казахстана расширил коридор колебания обменного курса тенге к доллару. Об этом на брифинге для СМИ по ситуации в финансовом секторе Казахстана в Астане рассказал глава Нацбанка Хайрат Килимбетов. Таким образом, коридор колебания курса меняется со 170-188 тенге за доллар на 170-198 тенге за доллар. Хайрат Килимбетов пояснил, что такое решение было принято для того, чтобы было больше маневра на ближайшие 12 месяцев. Национальный банк планирует осуществить переход к свободно плавающему режиму обменного курса не ранее 2017 года. В текущем году по программе «Занятость-2020» из-за республиканского бюджета выделено 128 миллионов тенге. На эти средства будут капитально отремонтированы два объекта. На самом деле объектов, нуждающихся в ремонте, в городе немало. Но в первую очередь отремонтируют те, которые больше не терпят отлагательств. На этот раз такими объектами стали школа высшего спортивного мастерства по улице Айтиева и детский сад «Лесная сказка». Первое направление программы «Занятость-2020» – это создание новых рабочих мест через инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство. В этот раз от городского центра занятости на два объекта, где сейчас проходит ремонт, было направлено 45 человек. 20 из них сегодня трудятся в детском саду «Лесная сказка». Это здание было возведено еще в 1961 году и с тех пор не видело капитального ремонта. Реконструкция садика началась в начале мая и к осени будет завершена. В садике воспитываются 100 детей. Большая часть из них на время ремонта переведены в другие детские сады. Остальные находятся на летних каникулах дома. 70% работы у нас сделано, осталось около 30% на данные. Осталось у нас озеленение от наружной работы, все внутренние коммуникации, все мы сделали. Работа придется, ну нам до сентября месяца был срок, до сентября месяца мы стараемся зайти. Успеваем, все. Все материалы, все есть, да. Окна, все мы две взять, окна, все мы... Здесь только остался каркас один. Спортзал по улице Айтиева также входит в список объектов, требующих неотложный ремонт. Это здание имеет особую важность. Здесь на постоянной основе проводятся различные спортивные мероприятия и тренировки. Поэтому придать спортзалу новый вид необходимо. Главной целью этой данной программы является как раз таки провести ремонт капитальный и создать новое рабочее место. Объекты уже были запланированы еще в прошлом году. И так как с республиканского бюджета выделили на проведение ремонта только двух объектов, то есть выбор это у нас уже привели с вышестоящих органов. Ремонт обоих объектов завершится уже осенью. Малыши смогут вернуться в детский сад и продолжить занятия, а спортсмены возобновят свои тренировки. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске Дом Дружбы сдадут раньше срока. Об этом заявили представители компании-подрядчиков. В здании разместятся все этнокультурные центры региона. В перспективе Дом Дружбы будет называться Домом Ассамблеи Народа Казахстана. Возведение здания Дома Дружбы начато в декабре 2014 года. Стоимость проекта порядка 800 миллионов тенге. Строительство здания начато по поручению главы государства. Сдача объекта в эксплуатацию станет прекрасным завершающим аккордом года Ассамблеи Народа Казахстана. Планируем закончить до 1 декабря. Нам управление поставило задачу. Вроде строительство, СКФ, отдел строения, разве не подводил нас. Планируем сдать к 1 декабрю. Дом Дружбы у нас этнокультурный центр получается, где будут присутствовать разные национальности. Будут проводиться свои все будут обряды, праздники в этом дому. Закончили планирование строительства. Наружные стены практически 90% у нас готовы. Подведены канализация, водопровод, теплотрасса. Отделочная работа у нас сейчас проходит 1-2 этаж. Общая площадь трехэтажного здания с подвальным помещением – 3,5 тысячи квадратных метров. В Доме Дружбы расположится два актовых зала. На первом этаже на 150 мест и на втором этаже на 460 мест. Я учусь на строительную специальность в Евразийском национальном университете имени Гумилёва. Сейчас прохожу практику на стройке. Я приобретаю бесценный опыт работы с настоящими профессионалами своего дела. Сейчас в регионе проживают представители 90 этносов. Этнокультурные объединения с нетерпением ждут открытия Дома Дружбы. Дом Дружбы должен стать еще одной архитектурной достопримечательностью Уральска. Кстати, объект окружает тоже красивые здания. Вот здесь находится Дом Торжеств, рядом Дом Искусств имени Кадыры Марзали. И рядом строится Городская площадь. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Вот уже четвертый год в Уральске действует программа «Балапан». С ее помощью родители детей, чья очередь в детский сад еще не подошла, могут устроить ребенка в дошкольные учреждения. А государство оплачивает часть расходов на содержание малышей. Сейчас в очередь на детские сады стоят 14 800 детей. Конечно, не все они достигли возраста, с которым можно посещать дошкольные учреждения. Но все равно отсутствие места остается одной из острейших социальных проблем. Решить ее призвана программа «Балапан». В частном детском саду оплату за воспитание и образование детей можно разделить с государством. В Уральске бюджет оплатит сумму 12 тысяч тенге в месяц на ребенка. В городе Уральске у нас работает 10 частных детских садов. Из них 8 детских садов работают по госзаказу. В городе на госзаказ выделено 60 миллионов тенге. Это позволяет охватить воспитанием в детских садах почти 400 детей. Правда, цены даже с учетом государственного вклада остаются дороже. В одном из детских садов 20 тысяч тенге в месяц, в другом 32 тысячи тенге. Это очень большая помощь нам от государства, так и для государства. Ну, условия, конечно, это помощь, во-первых, для родителей, тех, кто не стоят в очереди или тех, кто не могут дождаться. Мы здесь, здесь очереди у нас какого нету. До сих пор у нас идет набор как в школу 1-4 класса, так и в детский сад. До сих пор идет в течение года. У нас есть бассейн. У нас есть бассейн, да. Если, например, с сентября до 25 мая идет образовательная программа, в Безмитивке-Барамус, например, в детском саду, бассейн действует два раза в неделю. Сейчас летняя программа. Здесь у нас идет уже оздоровительная программа. Здесь уже бассейн у нас три раза в неделю и два раза в день. В ближайшее время в Уральске откроется еще один частный детский сад в районе поселка Зачиганск. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Религиозный ликбез. Сегодня в городском Акимате прошел семинар на тему предупреждения влияния деструктивных религиозных течений на современное общество. Организаторы пригласили руководителей городских КСК, дачных кооперативов и дворовых клубов. Именно их представители, работая с населением, должны помогать выявить незаконные религиозные объединения. Уже в фойе участникам семинара вручают книгу «Ответы на актуальные исламские вопросы». Заместитель Акиму Горда Марс Сатыбалдиев подчеркнул, что одной из задач проведения подобных встреч является повышение религиозной грамотности населения и противодействие деструктивной идеологии. Вы работаете с населением и в округах, на местности вы видите, где какие идут скопления, кто где живет, по каким направлениям, по каким течениям могут возникнуть вот такие общества. Поэтому, чтобы в этом направлении мы сами и вы, представители КСК, представители садовых обществ, чтобы в этом направлении у нас была грамотность, мы сегодня организуем такой семинар. Наиболее частыми нарушениями закона о религиозных объединениях является миссионерская деятельность, а также установка билбордов и расклеивание объявлений религиозного характера. В этом году выявлено шесть подобных нарушений. В случае обнаружения нарушений, они должны сообщать Управлению по делам религии западно-казахстанской власти или любому управленному органу, правоохранительному органу. Еще у нас есть горячая линия 114, которая работает бесплатно со всех номеров. Можно позвонить и сообщить о таких случаях, нарушениях закона. Основным фактором, способствующим распространению нетрадиционных религиозных течений, является нехватка теологических знаний и неправильное понимание сути религий. Все, кто берут оружие, проливают кровь, дестабилизируют жизнь государства, превращают жизнь простых верующих мусульман в кошмар, они имеют одну политическую задачу. Это таким образом использование всех своих составляющих, я имею в виду и религиозных. И если он объявляет джихад, он имеет право брать оружие, то есть оружие в руках, защищать. Но принято запрещать ислам. Но в принципе они выполняют одну общую политическую задачу. Они переформативуют ныне сложившийся порядок жизни государств, в частности Африки, это и Сирия, и Ливан, и Ирак, и Египет в том числе, и многие другие страны, которые я еще не назвал. Это с целью захватить эти территории, таким образом при помощи терроризма прикрываясь благородными целями. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Для разблокировки вашего телефона отправьте 40 тысяч тенге на Киви-кошелек. Такие сообщения получили несколько десятков западноказахстанцев, купивших айфоны в магазине Фора. Люди стали требовать вернуть им деньги или поменять телефон. Но в магазине отметили, что этот случай не является страховым, и посоветовали следить самим за своими регистрационными данными. Наши корреспонденты разбирались с ситуацией. Новенький айфон был мечтой для Таншел Панка Алимовой. Наличности не хватало, и чудо техники было решено приобрести в кредит. Каково же было удивление девушке, когда через несколько месяцев ее телефон заблокировался. Я в апреле купила телефон Фора, 20 апреля оформила в кредит и взяла. Мне все установили программу. Это потом уже недавно, наверное, месяц назад или две недели назад появилось такое сообщение. Приходит 40 тысяч на Киви-кошелек, и потом мы разблокируем ваш телефон. Значит, вы обратились потом куда? Сначала, где Азиза Фора, туда обратилась, они говорят, что у них такой программы нет. И я пошла туда, где на Евразии. Там сказали, что такая проблемка, что разбирается в прокуратуре. И больше ничего не говорили. Оставила телефон, данные и все. Не позвонили. Не могу ничего обновить, ничего загружать, только звонки и все. Я купила за большие деньги оформленный кредит. Сколько обошелся? На 160 тысяч почти. Сейчас Таншалпан продолжает выплачивать кредиты, пользоваться неисправным телефоном. Починить айфон никто не берется. В магазине отметили, что от действий мошенников пострадали как минимум 30 покупателей. Порядка месяца назад к нам стали обращаться клиенты с проблемой, что у них заблокировались айфоны. Мы сразу предприняли меры и обратились в РОВД и прокуратуру. От органов никаких официальных заявлений не поступало. Аппараты данные от поставщика приходят нам без регистрационных записей. И по желанию клиента он может либо сам ввести регистрационные данные, либо на платной основе обратиться к сотрудникам нашего магазина. Потребителю необходимо самостоятельно принимать меры по сохранности своих персональных учетных данных. Директор магазина сообщил, что он сам предлагал полицейским предоставить список всех сотрудников, имевших доступ к установке учетных данных на айфоны. Но сотрудники правоохранительных органов почему-то проигнорировали это предложение. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. Трасса частного назначения. Обычная улица жилого сектора в поселке Диркул превросилась в участок интенсивного транспортного движения. Ежедневно по ней движется нескончаемый поток автомобилей. Это создает большие неудобства для людей. Значит, корреспонденты выехали к обеспокоенным жителям. Полное отсутствие асфальта и повсеместные ямы. Так сегодня выглядит дорога на улице Белинского, расположенная в микрорайоне Умыт поселка Диркул. В таком состоянии улица из-за непрекращающегося потока транспорта. Жители прилегающих домов ходят здесь с опаской. А при дождливой погоде ситуация ухудшается вдвойне. Люди в буквальном смысле утопают в грязи. На сегодняшний день дорога на улице Белинского является единственным связующим звеном между городом и новым строящимся поселком. Нескончаемый поток транспорта легковых и грузовых автомобилей окончательно разбил дорогу. Кроме того, грузовой транспорт опасен для людей, проживающих здесь. Жители рассказывают, что неоднократно обращались с этой проблемой к коммунальщикам. Но полноценного ремонта дороги они не дождались. А на существующие правила ограничения скорости водители не обращают внимания. В прошлом году делали ямочный ремонт, сделали улицу космонавтов. До нашей улицы до половины дошли, больше не стали делать. Сказали, средств нет. А в газете был отчет, что полностью в поселке Деркул дорога отремонтирована. В этом году то же самое происходит также. Ямочный ремонт производили, вот до половины дороги сделаны. Остальшую часть нам ничего не сделали. Для решения проблемы в первую очередь необходимо ограничить движение грузового транспорта. Мы большегрузные машины хотим, чтобы здесь вот объездная дорога у нас есть. Чтобы сделали грузовые хотя бы, такие фуры большие, мимо нас не ходили. Пыль невозможно дышать, детям негде гулять. Вот сами видите, они прямо из дома выходят дети на улицу под машины. Ждать ремонта этой дороги жителям придется до следующего года, пока предусмотрен повторный ямочный ремонт. В текущем году, значит, не предусмотрены работы по ремонту дороги по улице Белинского, поселке Умут. Значит, там будет рассмотрена возможность проведения там текущего ремонта дорог. Это исправление профиля с добавлением гравино-щебиночной смеси. Также хотелось бы сказать по дорожным знаком, запрещающим движение грузового транспорта. По данному вопросу жильцам данной улицы необходимо обратиться в ВВД города Уральска с заявлением. После того, как нам дадут предписание, мы установим знаки запрещающего движения транспорта грузового. Для проведения ремонтных работ и установки ограничительных дорожных знаков жителям микрорайона необходимо обратиться с коллективным письменным заявлением в ЖКХ и городской отдел административной полиции. Марина Горбук, Монрабек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральские электросети изношены на 70%. Об этом сообщают представители городского филиала АО «Запказрек». На текущий год по городу запланирована реконструкция 5,4 и капитальный ремонт 2 км электролиний. На эти цели необходимо свыше 47 млн тенге. Сотрудники горсети сообщают, что капитальный ремонт линий электропередач будет проводиться на улицах Алматинская, Актьюбинская, Коротубинская, Чкаловы. В период проведения работ возможно временное отключение электроэнергии. На сегодняшний день часть запланированных работ уже выполнена. Мы поменяли в эти годы район, где у нас СТО «Жигули», где москвичи старые были. Там мы поменяли на СИП. Сейчас у нас там оттуда заявок практически нет. Здесь мы поменяли провода на новые по улице Доповской, Кирпичной. Тоже нареканий нет у нас сейчас. Вот в основном где-то старые части города у нас уже сети изношены где-то на 70-80%. Естественно, хочется поменять, сделать, но тем не менее все связано, как обычно, знаете, у нас и с дорогами, и с опорами, тоже с деньгами. В большей степени в обновлении электросети нуждаются дома старые, постройки которой составляют основную часть города. В частности, постоянные перебои с электричеством возникают в домах 149 и 151, расположенных на проспекте Достык. Их жильцы обратились к нам в редакцию. Эти дома, расположенные на проспекте Достык, построены еще в начале 18 века. Замена электросети не производилась десятки лет. Поэтому при малейшей непогоде здесь возникают перебои с электричеством. Свет часто отключается, а из-за резких скачков напряжения сгорает бытовая техника, жалуются жильцы. Особенно участились перебои со светом в текущем году. При ветреной погоде большую часть времени люди вынуждены проводить без электричества. Проблемы начались у нас 7 июля. Был сильный ветер обратно. И у нас начало моргать, все светится. Мы позвонили в электроэнергетикам, дежурному диспетчеру. Диспетчер сказал, принял вызов, но в течение дня он так и не пришел, не приехали. У нас погорели приставки от телевизора, интернет вышел из строя. Потом в течение дня мы ждали, так никто не приехал. Только ветер подует, еще даже песок не дошел. У нас уже или света вообще нет, или начинает моргать напряжение, то маленькое, то большое. У меня тоже лично испорчены приборы, электроприборы. Сегодня в Уральске замены требуют десятки километров линий электропередач. В особенности это касается старой части города, где замена электролинии не производилась уже долгое время. В непогоду может быть свыше 20 обрывов электролинии. В горсеть за сутки поступают до 50 заявок. В основном это у нас такие старые части города. Это второй рабочий поселок, район мясокомбината, район Пугачева. В основном где старые линии электропередач проходят, у нас вот там в основном вот эти происходят. Схлесты иногда происходят, провода сейчас играют, они между собой схлестываются, предохранители горят на подстанциях. По словам сотрудников горсети, 149-й и 151-й дома, расположенные по проспекту Достык, нуждаются в замене электросети. Хотим больше сделать, поменять. Сейчас вот у нас новые воздушные линии идут, СИП. То есть просто СИП, он уже идет, он не боится ни деревьев, ничего, он как кабель идет. Вот сейчас вот мы стараемся, но тем не менее у нас денег выделяется, конечно, не столь, сколько бы нам хотелось. Несвоевременная замена линии электропередач может стать причиной замыкания провода и, следственно, привести к несчастному случаю. Марина Горбок, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Во Дворце культуры молодежи для руководителей отделов культуры, директоров Центра досуга и методистов сельских домов культуры состоялся ежегодный областной семинар-практикум. Обычно такие семинары проводят в районах, только в этот раз было решено провести его в городе, чтобы ознакомить работников сельской культуры с городской. Еще на пороге Дома культуры гости смогли оценить все гостеприимство. Встречали их с традиционными баурсаками, а в фойе играли скрипачи. После чего все участники вошли в актовый зал, где непосредственно перешли к самому семинару. И во время теоретической части говорили о том, как работа по сохранению и популяризации культурного наследия поставлена в городе и районах. Здесь будут обсуждаться вопросы развития культуры на местах, сельских местах, районных центрах и в городе. Не просто мы выбрали именно базу городской культуры, потому что здесь есть что показать, есть коллективы, как сами видели, что должны наши коллеги ознакомиться с работой городской культуры. В нашей стране сфера культуры направлена на сохранение национальных традиций, возрождение и развитие культурного наследия, а также обеспечение доступности культурных ценностей для всего населения. Западно-Казахстанская область имеет большую, многогранную и богатую на события историю и такую же культуру. А специалисты, которые работают в этой сфере, делают все для их сохранения и популяризации, развития и применения в современной жизни общества. У нас очень хорошая материально-техническая база. Например, взять аппаратуру в Доме культуры молодежи. Она у нас современная. Также в дворовых клубах хорошая аппаратура. Потихоньку все налаживается и культура развивается. При подведении итогов работы семинара была дана высокая оценка деятельности, которую проводят работники культуры нашей области. Это достойный образец многогранной плодотворной работы. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что это и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания. Одежда ведущим предоставлена бутиками Промот и Купер. Торгово-развлекательный комплекс Сити-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин